Навигация 2016 завершается в Якутии. Окончательно сезон доставки грузов прекратится через три недели. Традиционно закрытие идет с севера на юг республики. Первыми перестают выходить на воду маломерные суда. С подробностями наш корреспондент Виталий Абрамов. В Аннабарском улусе движение лодок и катеров уже приостановлено. И так поэтапно до 15 октября будет ограничено движение маломерок по всей республике. А вот что касается нашего флота и северного завоза, то из плановых объемов на сегодняшний день отгружено свыше 90% грузов. В том числе 867 тысяч тонн нефтепродуктов для НУЗ ЖКХ северных районов. Однако в связи с низкими уровнями в Верховьях Лены есть некоторые задержки по движению судов и возможны изменения по срокам. На сегодняшний день в правительстве республики Саха-Якутия совместным Минтрансом России продление навигации прорабатывается вопрос до 15 октября. Вместе с тем завершается и работа по организации паромных переправ. Судоходным компаниям рекомендовано провести осмотры теплоходов на переправах. Исходя из гидрологической обстановки, основные паромные судоводители должны завершить свои работы и уже на СК переходят. И далее уже в октябре, в начале ноября уже будет осуществляться с проводкой буксира. По мере необходимости еще будет привлечено воздушное судно полярных авиалий. Также уже утверждены предельные тарифы на основной паромной переправы Якутии. По сравнению с прошлым годом рост цен составил 8,4%. Легковые автомобили в зависимости от условного веса от 685 рублей до 2940 рублей. А грузовые автомобили от 3350 рублей до 37175 рублей. Таким образом, средняя стоимость одной тонны груза составила 980 рублей. Для пассажиров взрослый билет обойдется 220 рублей, а для детей младше 10 тариф в два раза ниже.